Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья! И мы начинаем 37-го уже урок, да, сегодня? 37-го занятия из цикла уроки Торы на Подоле. И, значит, мы изучаем книгу, продолжаем Дерахаше, Путь Бога, как он ведет мир, как он им управляет, и зачем он это все делает. Вначале мы разобрались, зачем, а сейчас дальше же разбираемся, как. Потому что если человеку непонятно зачем, то нет смысла выяснять даже как. Ну, это интересно, что, вот, как вообще управлять своей жизнью? Многие зададут вопрос, как управлять своей жизнью, как строить все, что важно, что не важно, что нужно, что не нужно, и найти ответы на все эти вопросы невозможно, если не ответить на главный вопрос, зачем? Потому что зачем вообще вся эта жизнь? Если нет ответа на этот вопрос, то все будет, ну, как бы непонятно. Непонятно зачем. Как есть известный анекдот, когда один больной доктора спрашивает, говорит, доктор, я жить буду? Он говорит, а смысл? А смысл? То есть надо вначале найти смысл, а потом к этому смыслу все присоединяется. И вот, значит, смысл жизни человека, нахождение его в этом мире, это присоединиться к Богу. То есть Бог вот сделал человека, и смысл жизни человека в этом мире, это присоединиться к Богу. И мало того, что присоединиться к Богу как вещество, там в этом мире все перетекает из одного состояния в другое, Закон сохранения энергии, материи Все это Все перетекает одно в другое Но смысл человеку С одной стороны соединиться с Богом Но с другой стороны не исчезнуть Потому что если человек исчезает То тоже нет смысла То есть если спросить человека Тебе есть вообще интересно Что ты когда-нибудь станешь молекулой Ну какая разница Молекулой я стану или камнем Или деревом или чем-то То есть имеет смысл для человека Это сохранится как личность То есть это как бы Хотя тоже если спросить так А смысл А смысл как Я помню что Какой-то из книг советских То ли 12 сулев, то ли Золотой теленок Что Золотой теленок Предлагала она ему вечную иглу Ну вечная игла для примуса А он говорит зачем Я не хочу жить вечно То есть Значит имеет смысл не просто Соединиться с Богом И сохраниться А еще чтобы это состояние Приносило такое вечное удовольствие Чтобы еще не было скучно А тогда жить вечно и скучать Это не каждый хочет И вот значит Но большинство людей все-таки Когда начинают задумываться О вещах таких сложных и абстрактных Вечность Не вечность Ну как бы Ну это не особо Не особо понятно вообще Намного более понятно Все хотят чтобы в этом мире было хорошо Все хотят И здесь как раз Вот Мы изучаем сейчас Как Бог управляет миром Вот Сегодняшняя глава называется Порядок Его управления Порядок его управления Я сейчас немного мы почитаем А потом я расскажу историю Сегодня я как раз ее слышал Конкретная история Конкретного абсолютно человека О том как у него родился ребенок Ему уже было за 50 Жене его было далеко за 40 До этого у них много лет не было детей Но это уже был не первый их ребенок Но именно сама вот Вот схема Как это было Это четкая иллюстрация Того как Бог управляет миром Значит Ну а пока Рав Мошеха Амлуцата Книга Путь Бога И он объясняет Как Бог управляет мира И он говорит Значит глава называется Под глава называется так Суды Которые находятся на небе И они в духовных мирах Судят дела людей Которые в нижнем миру И устанавливают То что с ними будет Значит Написано так Что так Установил порядок Господин Благословен он Бог имеется ввиду Да он все это создал И он установил такой порядок Что Он управляет Всем миром И не важно Что это дела людей Или То что должно вообще появиться В самом мироздании Да не только вот То что касается людей А есть еще всякие там Цунами Какие-то Животные исчезают Какие-то животные Может появляются Ну Допустим В последние там Несколько тысяч лет Может ничего не появлялось Из животных А раньше точно появлялись Да То есть Если посмотреть на Все эти раскопки То какие-то виды Животных появляются Какие-то исчезают И даже Даже сейчас Исчезают целые народы Представьте Сколько народов исчезло За последние Несколько там Тысячелетий Целые народности Были народы И исчезли В наше время Исчезает куча Вся этих там Малых народов Севера Инки исчезли Инки Целые там Цивилизации Инки Ацтетии Кто? Атланты Там Еще какие Циклопы Эти самые Да Ну нету В последнее время А появились Зато появились Вот Такие электронные Сейчас звери Которых кормят Была одно время Мода Тамагочи Тамагочи Да Но появились Тамагочи Так он пишет Что Все что Управление Всем миром Как людьми Так же и всем Мирозданием Делается это Так Как похоже На царство Земли И так же Сказали наши Мудрецы Что Царство на небе Оно Такое же Как царство На земле Оно похоже По устройству То есть Вот эти вот Суды И Санедраот Это Есть суды Которые маленькие А есть большие суды Вот Что значит Большие суды Имеется ввиду Вот Есть там Верховная Рада В Украине Да Это Это законодательный орган 450 человек Которых Народные избранники И они Устанавливают законы По которым Потом ведется Управление государством Здесь это Верховная Рада А в России Как называется Дума Дума В Израиле Это называется Кнесет В Америке Это называется Палата Есть Конгресс Есть Сенат Да То есть Есть вот эти вот Все устройства Это называется Санедраот Санедрин То есть Сборище Каких-то людей Которые устанавливают законы А суд Это уже Исполнительная власть То есть Вот эти вот Люди Они установили законы А есть люди Специально обученные Судьи Которые Они значит По этим законам Следят Чтобы люди Их не нарушали Теперь есть В земном суде А написано здесь Что суд небесный Он как земной То есть Это как бы Отражение Одно другого Есть В любом суде Есть Обвинитель Прокурор И он говорит Давай Значит Наказать надо Там сильно Он совершил Вся те же преступления А есть Защитник Адвокат Он говорит Нет Он не виноват Он вообще Ничего этого не делал А если делал То он тоже не виноват А это делал Не он вообще Ну и так далее То есть Значит На небе Как на земле И Есть разные Виды судов То есть Как есть суды На земле Есть районный суд Есть суд Областной Есть суд Государственный Административный суд То есть Есть множество Разных судов Значит Также есть Такие же суды Разные суды На небе И там Это все Устроено По Разум На Какой-то Разумной основе И по Четким порядкам Значит И перед ними Проходят Все Вопросы Которые По которым Должно выноситься Решение И Это решение Выносится Как сказал Пророк Даниэль Что Устанавливают В городах Приказы Так Это фраза Там из пророка То есть Что имеется ввиду Ситуации Все время Неоднозначные То есть Вообще Все неоднозначно И Значит Должен быть дождь Или не должен быть дождь Половина молится Им нужен дождь Половина молится Им дождь Не нужен Например Дальше Человек идет Например Один Какой-то бизнес Один хочет заработать И второй хочет заработать Значит Они вдвоем Идут И хотят заработать Из одного источника Источник один Теперь Как быть Одному Должна идти удача Или другому Должна идти удача Непонятно И все вот эти вот Непонятные вопросы Они разбираются Наверху на небе И На каждой Есть там множество Разных судов Теперь дальше Написано так Что Бог благословен Он Он присутствует Во всех судах Этих Во всех этих судах Он присутствует И он оказывает В них влияние И он Устанавливает Чтобы там было Все Истина Истина То есть БМТ Без обмана Чтобы вышел На небе Честный суд То есть На небе Суд честный Можно быть уверенным Судом на земле Уверенным быть нельзя Что он честный Интересно Что первая Самая главная Заповедь Для всего человечества Когда Ноах Получил заповеди Для всего человечества Есть Семь заповедей Для сыновей Ноаха То есть До дарования Торы Весь мир Жил по заповедям Которые получил Ноах На выходе Из Ноева Ковчега И вот Нои Ну нои Мы привыкли Его назвать Но Но на самом деле Его звали Ноах Просто греки Они многие буквы Не выговаривали Они шипящие Не любили И поэтому Они переделали Все шипящие На свистящие И Ноах Они Х Решили Убрали Получился Но Иерусалим 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 Моше Стал Моисеем Ешуа Стал Иисусом То есть Они все ше Переделали на сэ И Значит Так вот Сейчас Ноах Стал Ноем И Значит Первая заповедь Которая была дана Ною Это было Делайте Справедливый суд То есть На земле Должен быть Суд справедливый Если нет Суда справедливого То мир Он не может существовать Потому что Тогда идет Искривление Люди не Ну вообще Тогда непонятно Как действовать Делайте справедливый суд И Те страны В которых Есть справедливый суд Они Процветают Те страны В которых нет Справедливого суда Они бедствуют То есть Если мы посмотрим На страны Где Закон Он Не для всех Одинаковый То в принципе В этих странах Но это Бесправные страны Человек может В любой момент Быть ограбленным Обиженным И обездоленным Ну и так далее То есть То что мы сейчас Здесь и наблюдаем На всех уровнях На всех уровнях От 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 простого Представителя власти Суда И так далее То есть Закона нет Нет закона Значит Люди стремятся Убежать Из этой страны И Значит Это против того Что Бог сказал Что должно быть И вот На небе Бог присутствует Во всех судах И Есть Там суды Главные В которых Бог Он во главе Стоит Этого суда То есть Он реально Важными вопросами Занимается Сам Есть Как написано Один из пророков Сказал так Что вот я увидел Бога Он сидит На троне И все Небесное воинство Стоит перед ним Справа И слева Объяснили Наши мудрецы Благословенные Их память Что Те которые Справа Они стоят И они Говорят За То есть Они пришли Для того Чтобы удостоить Тех Кого судят Те которые Слева Они стоят И обвиняют Слева стоят Обвинители Справа стоят Адвокаты Которые Хотят удостоить И сказал Даниэль Что вот Бог сидит На этом троне А они Все стоят Вокруг него Значит Здесь Опять же Пророк Он воспринимал Ну Сама картинка Которую он видел Он знал Что это так Картинка у него Была такая Как вот в то время Ну была принята То есть Человек он Духовные вещи Они нематериальные То есть Духовное Но и потому И называется Духовное Что оно Нематериальное Теперь Для того Чтобы увидеть Духовное Его нельзя увидеть Как нельзя увидеть Например Телевизионные волны Да Их увидеть нельзя Они Как-то они идут Как-то они Ну как телевизионные волны Ты увидишь Сами волны Нет Нужен приемник И там в этом приемнике Эти волны Они Как бы Переломляются Преображаются В сигнал Но Откуда взялись Эти телевизионные волны Была материальная Штука Да В студии Значит Эта материальная штука Была каким-то образом Оцифрована Переведена В этот электромагнитный сигнал Ну вот Эта волна идет Или по кабелю Или по воздуху Потом этот сигнал Улавливается И этот сигнал Переводится Другим устройством Телевизором Во что переводится В Опять в сигнал Воспринимаемый А в духовном мире Это не так Нету начальной студии Студии нету То есть Есть некая духовная реальность Которая нематериальная Потому она и духовная А теперь пророк Он Эту материальность Он воспринимает Как знание Но чтобы это знание Передать Воспринять Пророк должен его Внутри Оцифровать И перевести В какую-то Воспринимаемую картинку А картинка Которую он воспринимает Она все равно Строится Из тех образов Ну из тех пикселей Которые в него заложены Поэтому Если бы был пророк Сегодняшний Он бы увидел Бога не на троне А на Например На чем бы он его видел Ну не на вертолете Но на Там я не знаю На чем Обама выступает Ну не знаю Как бы он его видел Когда он бы его увидел Но не на троне Потому что Трона Кто видел трон Вот из современных людей Ну никто трона не видел Я был специально В палате В этой В Москве Есть в Кремле Палата Как на Оружейная палата Или как это называется Какая Алмазный Алмазный Оружейный трон Да И там есть Троны Там есть кареты Кареты Это фантастика То есть просто реально Царские кареты Это что-то вообще Нереально фантастическое Это огромная такая штука Как вот Ну по размерам Она Там как лимузин Да Современный Огромный Но колеса Человеческий рост Она вся Золото Бриллианты Ручка То есть там Эту карету Подарил Какой-то царь Какой-то царица И там этих карет Огромное количество Есть маленькая Детская карета Это там Карета Наследника престола А вот его саночки Зимой Они ездили Не было же дорог Нормальных зимой Они ездили на санях А это зимние сани Зимнего выезда В общем Пророки Они видели Эту систему В том виде В котором В то время Это было А современные Сейчас нету пророков Но если бы они были сегодня То возможно Они бы эту духовную реальность Они бы ее преломляли В какую-то другую Совершенно картинку Единственный Кто не искажал Кто был вообще Без искажений Кто воспринимал Как чистое стекло Эту духовную реальность Это был Машер Абейн Моисей Который был Пророк Самый высший Из всех пророков И он Воспринимал Поэтому он воспринял Тору без искажений Как Он был как чистое стекло У него его эго У него не было его эго Вообще То есть он воспринимал От Бога Вот как В чистом виде Он всю Передавал информацию Все остальное Это образы И вот значит Как мы уже объяснили Как мы объяснили выше Продолжает Рамхаль Что Основа такая Очень много нюансов И тонкости Есть в суде Каждого человека От человека Почему Потому что Чтобы вынести Любое решение Есть его прошлое Есть его будущее Есть его предки Которые ему дали Какой-то там уже Запас депозит Ну Своими заслугами А может у них Не дали никакого депозита Своими заслугами Да Есть Уже известно Что он оставит После себя Да То есть Это же духовный мир Там нету Как здесь Вот такого Жесткого времени И То есть Каждый суд Когда судят Каждого человека Это множество Разных нюансов И Значит Есть очень много Разных Как бы Таанот Ну Претензий Да К человеку Есть много Разных причин Которые Вызвали К действию То или иное Событие В общем Это Целая Сложнейшая Система Которая Просто Реально Очень сложная В Для того Чтобы это все Судить Это реально Очень сложно А все должно Быть честно То есть Единственное Что мы знаем Что Бог следит Чтоб там Учитывался Каждый малейший Параметр А параметры Эти Это постоянно Меняются Потому что Человек Его сейчас Судят За что-то Да Есть известный Анекдот Такой Как Один Жил Хасид И он Был Такой Хасид В Нью-Йорке И ему Понравилась Одна девушка Не еврейка Официантка В кафе Он 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 Подошел Он Подошел Говорит Вы мне Нравитесь А он Хасид Спейсами Такое Без иллюзии Понравилась Понравилась Продолжение Извини Извини По-моему Восхищение И вдруг Выдвигает Требование Говорит Я хочу На орбите Питаться Только Кошерной Едой Пожалуйста Мне Во все тюбите Заправьте Кошерную Еду И мне Обязательно Нужен Еще сок Для Соблюдать Шаббат Тут Значит Начинают Выяснять Проблема Потому что Космический корабль Летает Вокруг Земли И Шаббат У него Каждый Каждый День Ну то есть Он За 2-4 Часа Успевает Там 7 раз Облететь Ну то есть Непонятно Как Соблюдать Шаббат На орбите Начинают Выяснять По времени Задают Вопрос Равинам Равин Выносит Постановление Что В этой Ситуации Он должен Соблюдать Шаббат По Месту Взлета То есть Мы Сканаверал Это берется Исходная Точка И для Него Шаббат Это Тогда Когда Шаббат В том Месте Где Он Вылетел Каждый Седьмой День Он Прерывает Субботу На орбите Он Прерывает Субботу На орбите Каждый Седьмой День Ест Кошерную Еду Делает Ти душ Освещает Субботний День И Значит Когда Космический корабль Взлетел То Пролетая Первый раз Пролетая Когда он Увидел Израиль Он Вместо Того Чтобы ждали Что он Сейчас Скажет Атиква Дима Израиля Надежда И так далее Он Закрыл Глаза Рукой И сказал Шма Исраэль Адено Ильяйну Адено Ихат То есть Он Сказал Шма Исраэль На орбите Когда Увидел Израиль То есть Он Сделал Осветил Имя Всевышнего Он Сделал Кедуш Ашем Настоящее Освещение Имени Всевышнего Когда Космический корабль Приземлялся Он Разбился И погибли Все космонавты Включая Израильского Первого Астронавта Рамон По-моему Его звали Казалось бы Непонятно Рамон Дела Да Казалось бы Непонятная История Человек Совершил Освещение Ну то есть Он Как вообще Сделал Великую Вещь Можно Сказать Он Вообще Чуть ли Не поднялся На высочайший Уровень Святости Почему Он Погиб Я слышал Как один Из этих Очень Известных Мудрых Рав Рав Гриллиус Он Так Отвечал На этот Вопрос Он Говорит Что Есть Такой Закон В Торе Что В святости Поднимаются Но не Опускаются И Что Лучше Человек Пусть Умрет Удостоившимся Пока Он Будет Святой Чем Умрет Когда он Упадет С этой Ступени Святости Теперь Когда он Поднялся Его поступок Был Освещение Имени Всевышнего Барабим Даже сейчас Этот урок Услышат Тысячи Человек Посмотрят И он Реально Доказал Что Есть Бог Пробудил Людей К служению Богу И тут Он Умирает Так Умер Раби Атива Которого Убивали Римляне А он Говорит Я об этом Мечтал Всю Жизнь Отдать Свою Жизнь Вот эту Материальную Жизнь Освещая Имя Всевышнего И когда Он Сказал И на Ихат Вышла Его душа Значит Мы Большинство Нормальных Людей Которые Живут В мире Материализма И как Высшую Ценность Ценят То тело Которое По-любому Умрет То есть У нас Мы живем В мире Где На первое Место Выставлено Тело И все Телесные Потребности Это Но На самом деле Это не так Тело умрет По-любому Раньше Позже У кого В 80 лет У кого В 100 лет У кого В 50 У кого В 20 Не дай бог Но тело По-любому Умрет А есть Люди Которые На первое Место Ставят Духовность И вот В духовности Высшая Как бы Пиковой Точкой Является Отдать Свою Жизнь Осознанно Выполняя Волю Всевышнего Осознанно Это Высшая Пиковая Точка Это то, что делали раби Атива То, что делали Великие и праведники Умирая Освещая имя Всевышнего Более низкая точка Когда это происходит Неосознанно Как это произошло У Дилят Рамона Когда Он поднялся На высшую ступеньку святости А корабль На приземлении Взорвался Еще более Неосознанно Это происходит Когда была Катастрофа Когда 6 миллионов Евреев Было убито Потому что Они были евреи А что значит Они были евреи За что их убивать Потому что Был договор с евреским народом Служить Богу Народ священников И обратного хода нет Теперь Если ты это делаешь То ты получаешь награду Когда во времена Царя Соломона Например Весь мир Он шел в Израиль Посмотреть на эти чудеса Первый Иерусалимский храм Улицы, моченые серебром Великая мудрость Ну там вообще рай Это когда весь народ Служит Всевышнему Если народ Весь или большая его часть Отходит от Всевышнего То единственным спасением Для них Спасением Духовной сущности Тех которые Народ священников Является Умереть во имя Всевышнего Если не во имя Всевышнего Хотя бы потому что Вы евреи Это как бы Технический нюанс О котором записано Во всех древних книгах Что И напрямую написано В Торе То есть если мы посмотрим Тору Пятикнижие Прямым текстом написано Что Я даю перед вами Сегодня на выбор Жизнь и смерть Если будете соблюдать Мою волю Будет так-то 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 И идут благословения Если не будете Будет так-то 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 Если вы скажете Что неприятности Для вас Пришли случайно То Я еще усилю Там в семь раз И будет еще хуже Идет перечисление Как будет хуже А если вы скажете А если вы скажете Что это случайно Я усилю еще в семь раз И так далее И так далее И так далее То есть Выхода нету Поклялись Три тысячи лет назад Выхода нету Все Это уже клятва Навечно Пока существует Мир И Но отдельно В жизни каждого человека Действует множество Разных параметров И Небесный суд Учитывает Абсолютно Все Каждый параметр И Значит Значит И в каждом действии Есть аспекты Которые Удостаивают человека Я не знал Я не хотел Я не думал Меня не учили Ну и так далее То есть Есть множество Оправданий И в каждом аспекте Есть множество Обвиняющих Ты не знал Но мог узнать Ты не думал Но мог же подумать Правильно И с двух сторон Его как бы идет Рассмотрение дела Есть множество Еще других Сторон Которые учитываются При оценке Его поступка На небе И он говорит Что Любое Если мы возьмем Любой аспект реальности Он Настолько Состоит из Сложных Составляющих Частей И Он является Следствием Множества Предыдущих Событий И он является Началом Следующей цепочке Событий И вся вот эта система Она Необычайно Сложна Но на небе Все это видно То есть Это здесь не видно Человеку А на небе Все это видно Ночью И когда все это На небе Оно Высвечивается То Ничего не забывается И все это Взвешивается И выносится Постановление Самое честное Самое правильное Каждому человеку Выносится Именно Точно Экзектли Бедюк И Вообще Точно Я не знаю Еще какие Слова То что Он заслужил Своими действиями Своими поступками И на небе Это все выносится А каждый Получает результат Поэтому Поэтому Надо понимать Что Значит То что происходит С каждым из нас Это следствие Тех действий Которые делал Каждый из нас И если пришли Неприятности Из чего Начинается Талмуд Значит Нужно Что сделать Проверить Свои дела Проверить Свои дела Потому что Если пришли Страдания Нужно проверить Что ты делаешь Не так Если проверил И не нашел Это не значит Что ты делаешь Все так Продолжает Талмуд Это значит Что ты учил Мало Торы Что то Что ты думаешь Что ты делаешь Правильно На самом деле Оно неправильно Ты не знаешь Как работает система И ты проверил Свои дела Сказал Я все правильно Делаю Я сейчас читаю Книгу про Стива Джобса. Стив Джобс гениальный человек, который создал самую дорогую компанию в мире, но так как он относился к людям, сколько он обижал людей, унижал людей, ну просто лишал людей денег, ну главное, что он очень много унижал людей своим прямым поведением. Прямо конкретно я изучил несколько его биографий, сейчас читаю книгу человека, который 15 лет проработал рядом с ним, и он конкретно людей унижал, и это знали все, то есть он мог прям в разговоре, прилюдно, он умер рано, в 56 лет, он имел все ресурсы мира, которые могли быть для того, чтобы не умереть, но тем не менее, я думаю, что он был сыроед, он вел дико вообще всю свою жизнь, здоровый образ жизни, он вкладывал в свое здоровье очень много, то есть он пил, всю свою жизнь он очень следил за диетами, сыроедением, там, в соте постоянно, ну то есть это была его такая пунктик, да, но он был дзен-буддист, он изучал дзен, медитировал и так далее, но при этом та карма, которую, карма влияния на небе, которое он создавал, наверняка каким-то образом повлияла на сокращение его жизни. поэтому, если пришли неприятности, человек говорит, да, я все правильно сделал, да, то, возможно, он просто мало учил Тора и не знает, что он делал все неправильно, ему кажется, что он делал все правильно, а на самом деле он делал правильно по своим понятиям, а сами понятия были неправильными. И третья стадия Если и много Тора учил И все делал правильно Что затруднительно найти Написано, что нет садика, праведника Который бы не согрешил Но все-таки, если такая ситуация Значит, это называется страдание из любви Значит, Бог, написано, любит этого человека И он ему посылает страдания Чтобы увеличить его награду То есть, вот эти вот Праведники, которые страдают Они праведники, все делают правильно Но, так как Бог знает, что это мир Это мир для заработка награды Духовной награды Он им дает сложные тренажеры Чтобы он выполнял свое служение Богу В сложных условиях И чем выше страдания, тем больше награда И этим объясняются все страдания Которые только бывают в мире Я не уверен, что мы можем утверждать Что Стив Джобс умер Потому что он не уничтожил Тор Не, он умер потому Он умер не евреям, он не обязан Нет, 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 Тора это устройство мира Я не говорю Тора как Тора Тора это как Вообще само слово Тора это учение А что он должен был Нельзя обижать людей никому Нельзя хоть евреи, хоть не евреи Обижать людей, унижать людей Грабить, воровать, забирать деньги Запрещено хоть евреи, не евреи Вообще Это законы, по которым работает мир Значит, если взять 7 законов сыновей ноха То там есть то же, что нельзя грабить Нельзя воровать, нельзя убивать У нас есть правило Насколько я знаю Да Каждый имеет то, что он верит Если он был дзен-буддистом То мы не можем ему навязывать те же законы ноха Нет, нет, нет Потому что это чисто наше еврейское представление О человеческом Нет, есть истина Есть истина Но это наше понимание истины Еще раз Я не говорю сейчас про все понимания истины Они Там есть множество пониманий Это же строгое иудейское, еврейское понимание истины Я исхожу, что это и есть истина А теперь Но для него была другая истина Не была для него другой истины Для него была только эта Он верил в другую истину Нет Он верил в другую истину Секундочку Вот дайте я объясню Он верил в то, во что он верил Но есть Смотрите еще раз Есть вот Я рассказываю свое видение мира Своя модель мира И то, что я здесь преподаю Это та модель мира, в которую верю я Это та модель мира, которую Бог передал Моисею Это Тора И которая Моисей Из поколения в поколение Передавалась в еврейском народе До сегодняшнего дня Понимаю О, теперь я верю Еще раз повторю Я верю в эту модель мира И в этой модели мира Есть единый Бог Который сотворил мир Который установил в этом мире законы И передал эти законы людям Первично он передал Систему Ною Да, когда был Ною Да Стив Джобс не знал этих законов Поэтому он и умер Потом он и умер Потому-то он и умер рано Почему? Почему не можем? Это более чем Ну, это более чем Мне правило Секундочку Вот смотрите, интересно Как вы Вы говорите, что это неправильно утверждать Мы вообще не можем так утверждать Потому что мы не знаем Во-первых, замыслов Бога Знаем А мы же их изучаем Вот же книжка Дорогоше Это наша скромная попытка Как-то приблизиться Но мы не знаем Действительно Реальность намерения Бога По поводу Стива Джобса Во-первых Во-вторых Он существовал в другой системе координат Нет Он был евреем Какой другой? Это нам все Секундочку Он не был евреем Он верил в другую Если человек верит Что красный свет Можно идти через дорогу Он верит Что красный свет Надо именно идти через дорогу А на красный свет Нельзя идти через дорогу Он попал под машину По вашей версии Люди, которые не являются евреями По саморелигиозному убеждению Они как бы изначально уже грешники И так далее И тому подобное На самом деле Да На самом деле У нас же Я имею в виду так Я еврей То есть у нас и вы тоже У нас есть прямой запрет на миссионерство Мы не имеем права Проповедовать Допустим Другим народам Вербовать И так далее Я же не говорю Почему? Потому что да Потому что у каждого народа Действительно Своя система представлений И с нашей еврейской точки зрения У каждого народа Своё место У Бога Так есть единая система Семь заповедей Для сыновей Ноха Для всего человечества Которые Бог дал Ною И эти семь заповедей Едины для всего мира Для евреев есть дополнительные заповеди Как для священников У евреев есть внутри Коины священников Для них есть дополнительная система Там же не действует закон Но Вот о чем Еще раз, дзен-буддизм это выдуманная система, она выдуманная, а семь законов Ноха это настоящее. Все, вы не верите в это, я верю. Я в это верю как еврей, но я не, но я, так у вас запрет на миссионерство, я могу навязывать свою точку зрения Стива Джобса. А вы не навязываете? Или оцениваете? Или оцениваете? А оценивать можете? Вы можете меня оценивать, почему Стива Джобса вы не можете оценивать? У вас могу оценить как еврей-еврей. Секундочку, вот смотрите. Я оцениваю ваше стремление к миссионерству. У меня нет миссионерства. Есть ваше представление о том, что я говорю как миссионерство, но у меня нет миссионерства. Семь законов Ноха действуют для всего мира. Есть закон всемирного тяготения, есть закон сохранения энергии. Объективный закон. И семь законов Ноха объективный закон. Докажите. А зачем мне доказывать? Ну как это, объективный закон можно доказать. А вы докажите, что закон Ноха объективный. Стив Джобс умер, потому что он обижал людей. А вы докажите, что это не так. Хорошо, вы пока мы думаете, докажите, что это не так. Я ничего не должен доказывать. Все, мы продолжаем, мы продолжаем сейчас. Это ваше утверждение, а не мое. Еще раз, ну вы же хотите доказать, что оно неверное. Значит, вы докажите, что оно неверное. Я-то, да. Хорошо. Я просто спорю, но я имею право на это. Сто процентов. Хорошо, значит, еще раз, вот мы остановились на том, что на небе все учитывается. Если что-то произошло, значит, этому есть причина. Это не случайно. Эта причина, она состоит из множества событий, но главным, если это пришло к человеку, являются его предыдущие действия, на базе которых и выносится решение. Теперь, если его результат не устраивает, значит, его действия привели к этому результату. Если он считает, что действие правильное, и в то же время его результат продолжает не устраивать, значит, первый вариант, он говорит, что это случайный результат, я буду продолжать действие. Второй вариант, он говорит, что мне нужно изучить свои действия и как-то их поменять. Как правильно действовать, есть учение Тора, которое говорит о том, как устроен этот мир. И в этом учении есть разные части, вот мы сейчас изучаем, как он работает, как работает система. Но есть там, как надо себя вести, как не надо себя вести, ну и так далее. Теперь я обещал рассказать, вот сегодня историю я услышал, мне эта история очень, ну так, зацепила, можно так сказать, да, необычная история. Значит, есть день суда, то есть вообще суд происходит на небе, он происходит постоянно. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день происходит какой-то суд. Но основной суд происходит раз в году, это называется Рошашана, начало года, день суда. То есть, когда начинается год, Рошашана есть, это происходит первое Тишерея. Первое и второе Тишерея происходит праздник Рошашана, это праздник называют, но это особый день, день суда. Значит, в этот день небесный суд, написано, перед ним проводится все живое. Не только евреи, а неевреи, все мироздание, каждый аспект проводится через этот небесный главный суд. И в этот момент решается судьба на будущий год. Учитывается прошлый год, учитывается пожелание на будущий год, и каждый проходит через этот суд, такая вот прям на небе, день суда. Потом после этого есть 10 дней раскаяния, это 10 дней, когда можно пересмотреть дело, подать апелляцию. Подать апелляцию в это время, они называются 10 дней раскаяния, когда можно своим сожалением о поступках прошлого года и своим изменением целей будущего года повлиять на то, что суд пересмотрит решение. То есть, человек ввел себя в том году очень плохо, ему положено наказание, все, вынесли наказание. И в этом году он не собирался исправиться, значит, ну, смысл продолжать эту же историю. Но тут вдруг в эти 10 дней человек говорит, все, прости меня, я не хочу больше так поступать, я, и вообще в этом, в следующем году буду вести себя по-другому. Оп! А на небе же считывают все мысли, то есть, ты не обманешь, это суд, который действует по, ну, ему открыто все. Все. И, значит, в эти 10 дней решение может быть пересмотрено, и потом 10-й день это Йом-Дипур, день искупления, и, значит, бах, и уже пошел следующий год. Значит, как проходит этот Рошашина день суда? Ну, большинство людей в мире об этом не знают, что в это время их судят, и для них это проходит обычный день, причем неизвестно, когда он, потому что идет это все по лунному календарю, и каждый год этот день он разный. То есть, это привязано к лунному календарю, вот эти все небесные дела, связанные с судом. Но те, которые об этом знают, в эти два дня, это идет длинно как, два дня соединяются как в один день. Идут в синагогу, и в синагоге, значит, молятся, просят, чтобы Бог дал хороший год. Потом идут домой, есть специальная трапеза, которая тоже такая ритуальная трапеза, и едят разные виды еды, там есть, и каждый раз, то есть, еда это чисто символическая вещь, но каждый раз, съедая какую-то там вещь, говорят специальную фразу пожелания, которая привязана к этой части, ну, к этой еде. Например, там голова, берут кусочек головы, все говорят, Господи, дай нам сделать так, чтобы в будущем году мы были в голове, а не в хвосте. Опа, съели там кусок головы, отлично, значит, но главное, что в этот момент как раз идут вот эти все пожелания, и очень важно, чтобы в эти вот два дня были только позитивные мысли, чтобы никто ни на кого не ругался, чтобы были только пожелания себе и другим, только позитивные. Теперь в синагогах в это время вообще читают Тору, каждые два раза в неделю, в субботу и на празднике читают, есть чтение Торы, специальные куски из Торы, которые надо читать в эти праздники, в эти дни. Значит, в Роша Шана решается, будут ли человека дети, не будут ли человека дети в этом году, например, и читают, как в Роша Шана, например, ну, есть известный там кусок из книги пророков, как была хана, у нее не было детей, потом она, значит, получила постановление, что она родит, и родился пророк Шмуэль. Читают отрывок из этой книги, ну, и так далее. Читают разные такие куски, которые соответствуют дню суда. Теперь в синагоге есть там целый ритуал, вызывают Тори, и в этот момент надо понять, кого вызвать Тори. Ну, например, сидит там 300 человек, 400 человек может быть, 100 человек, 20 человек. Кого вызвать Тори во время этого чтения? Значит, в это время, кого вызвать Тори? Есть очень много людей, которые хотят выйти в Тори. Есть как раз на вот этот отрывок, когда вызывают. Это как бы тот, кого вызывают в это время, что это для него, ну, средство, сглаясь такое слово, как бы волшебное средство для того, чтобы у него в этом году родились дети. Значит, происходит это в синагоге так, что для того, чтобы было все честно, справедливо, так как много желающих, то делают такую вещь. Кто больше дает денег на благотворительность? Потому что есть при каждой общине есть множество программ, которые надо содержать. Да, есть старики, сироты, бедные, больные, ну и так далее. Это все делается на деньги пожертвований. И говорят так, что вот если есть много желающих, кто больше дает на благотворительность, тот, значит, и получает это право, там, или открыть шкаф, где находится Тора, или выйти в Тори, там, ну и так далее. И вот мне рассказал сегодня один человек, у него долго не было детей. И он, значит, как раз, когда была возможность вот эту, он, ну, очень там крупную сумму, и идет это как аукцион. Один говорит, я даю столько, а второй больше, 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 больше. И доходит иногда это до совершенно, ну, огромных сумм, особенно в Тиеве, в Москве. И, значит, и он говорит, я, у меня много лет не было детей, а? Хорошая практика. Но эти деньги все идут на благотворительность. То есть это не покупка как покупка. То есть это все деньги идут на благотворительность. И вот он говорит, я, значит, покупаю вот эту алию для того, чтобы, для того, чтобы были дети. Говорит, во второй день покупает алию тот, с кем я в первый день соревновался. Ну, как бы, у него, а он хотел у него у кого-то из его близких людей, там, или родственников, или близких. Не было тоже детей, он хотел для него это сделать. Не для себя даже, а для него. В общем, потом проходит Роша Шана. Они после этого собираются, их было там несколько человек, 4 еврея собрались, сидят, разговаривают. И, ну, обсуждают вообще всю эту тему. И оказалось, они только начинали соблюдать заповеди, и они все были необрезаны. У них не было даже обрезания. И тут один говорит, слушай, ну, то есть мы хотим от Бога чудо, ну, по большому счету. Давай, говорит, сделаем тоже что-то такое вот, ну, настоящее. Давай сделаем настоящее, потому что мы от него просим чудо. А что мы для него сделали, да? Ну, то есть, ну, даже эти деньги дать, ну, это тоже нормальная для нас вещь. Давай сделаем обрезание. Все вчетвером договорились, договорились. Они садятся в самолет на следующий день, летят и сделаем в Иерусалиме. Давай, давай. Сели в самолет, значит, полетели в Иерусалим, сделали обрезание. У этих двух человек родился у каждого по мальчику, родилось в один день, через 9 месяцев и 3 недели. В один день у них родилось вот эти двое, которые купили. И остальные двое у них родилось чуть позже, тоже по сыну. Вот эти 4 человека у них родилось в этот год по сыну. Этот человек ему, ну, нет, не то что никакого, то есть это правда от первого до последнего слова, то есть ему нет, ну, очень уважаемый такой человек, которому нет смысла. Он после этого, естественно, стал по-настоящему религиозный, соблюдает, учит Тору, там, ну и так далее. Но так эта система работает. Система работает, суд есть, суд справедливый. Тот, кто знает, как система работает, он имеет больше шансов в этой системе идти по этому миру без проблем. Естественно, он имеет больше шансов выиграть в общем зачете после смерти, получить вечную жизнь. Кто не знает правил, он может выдумывать правила сам, может выдумать на самом деле что-то сложное. Обычно идут по правилам, выдуманным другими людьми. Я очень люблю эту историю, как там миллионы, миллионы людей шли по правилам, выдуманным Карлом Марксом. Был такой вот просто, с моей точки зрения, ну, полный кретин, да, Карл Маркс, я его считаю, идиотом. Потому что он, основа его мировоззрения была такая, что все зло частной собственности, и частную собственность надо забрать, и тогда зла не будет. Так он выдвинул идею. И говорит, мало этого, я понимаю, что отдать не захотят, ее надо забрать насильно. И это называется революция, коммунистическая революция. Давайте заберем насильно частную собственность. Это грабеж, ну, настоящий грабеж, то есть это конкретное ограбление, да, забрать у человека то, что принадлежит ему. Это как называется? Это грабеж, то есть он был такой идейный грабитель. И, значит, за его идеями пошли, ну, там, пошли какие-то люди, начали под это подводить базу, потом одевали красные галстуки, значит, и Ленина, потом Ленина положили в мавзолеи, и сходили очередями ему кланяться, потом, ну, и так далее, и так далее. То есть полный вообще бред сумасшедшего, который родился в голове у одного психа, и за которым пошли потом миллионы людей. Теперь человек живет в мире все равно каких-то моделей, концепций, идей, и он в них верит. То есть если сказать, человек говорит, я атеист, это верующий в концепцию атеизма человек, он верит в идею. У него нет ни одного доказательства атеизма, у него есть идея, что это возникло вот так. Или у него даже нет идеи, как это возникло, потому что атеисты, ну, они во что-то верят, каждый верит в какую-то свою интерпретацию, в какую-то свою модель мироздания. Вот все люди верующие, только одни верят Карлу Марксу, вторые верят в... А третьи верят в Бога. Верить в Бога, это, в общем-то, полагаться на что-то самое великое. Ну, как, даже как на идею. Да, то есть идея Бога, она бесконечна. То есть если верить... Хотя, опять же, верующие в Бога, они верят в разных. Человек говорит, я верю в Бога, но это очень разные веры. Как была, ну, такая есть известная история, один, значит, комсомолец после, ну, вот, как раз было после революции, свергали все устои. Даже вот Малевич, он выдумал свою религию. Многие слышали про черный квадрат Малевича, но это был, это был символ религии, которую выдумал Малевич. Вместо вообще религии он сказал, что что такое, человек не может без религии. Так, давай я ему придумаю свою религию, и там у него должно было быть три, как бы, символа. Черный квадрат, круг и, там, по-моему, то ли, ну, не крест, я не помню, три фигуры. Можно посмотреть в энциклопедии подробно. Это очень смешно, то, что он выдумал вообще. То есть он придумал обряд своих похорон, как вы должны были хоронить, там, он... Ну, в общем, человек придумывал. Был такой креативный Малевич, не знаю, что он курил, но он придумал такую концепцию, что просто вообще ни в одни ворота не лезет. Но он вместо религии сказал, должно что-то быть вместо религии. Значит, и вот такой вот Малевич, ну, приходит к Равину после революции и говорит, хочу устроить публичный диспут. Хочу, я вам сейчас докажу, что Бога нет. Равина говорит, давайте подискутируем, я вам сейчас все докажу. Равин говорит, я не хочу с вами дискутировать. Значит, он говорит, нет, давайте я вам докажу. Люди собрались. Ну, Равин уже видит, что, ну, как бы, если сейчас не дискутировать, люди подумают, что он сдался. А теперь написано в пасхальной Агоде, что там есть четыре сына, сын злодей, которые выступают против Бога. В общем, нельзя сдаваться. Значит, Равин все это сразу у себя в голове посчитал, что говорит Тора, что говорит Мишли. И Равин же, он не то, что он сам себе что-то выдумывает. У него просто есть знание Торы, которое объясняет, как устроен мир и как надо действовать в каждой ситуации. И он ему говорит, ладно, говорит, давайте дискутировать. Давайте дискутировать, говорит, но вначале давайте определимся в понятиях. То есть, вы мне хотите доказать, что Бога нет. Значит, давайте, скажите мне, что такое Бог. Прежде чем мы будем доказывать, есть он или нет, давайте определимся в понятиях, что такое Бог. Ну, этот комсомолец говорит, да это же всем известно. Равин говорит, ну давайте определимся в понятиях, что такое Бог. Этот комсомолец говорит, ну это такой дед с бородой, сидит на облаке и, значит, решает, что кому там, кому быть, кому не быть, что кому делать. Его еще рисуют там на иконах. Равин говорит, так нам не о чем спорить, нам не о чем спорить. В Бога, который сидит на облаке, я тоже не верю. То есть, нету спора. Тот Бог, которого вы не верите, я в него тоже не верю. Да, который на облаке сидит, такого нету Бога вообще. И, значит, на этом можно подвести итог нашей беседы. Есть некая система, можно в нее верить, можно не верить. Лучше всего ее изучать, сравнивать, смотреть. И после этого появляется с каждым разом все более широкая картина мира. И всегда нужно уточнять понятия. Уточнять понятия, потому что очень часто люди, когда спорят о чем-то, они, ну, как бы спорят, ну, ни о чем. Каждый говорит о чем-то своем. И, в общем, они говорят не об одном и том же. Хорошо. Значит, это мы уже узнали. Теперь перте-вод. Перте-вод – это поучение отцов. Дословно переводится, да, учение отцов. Это как в этом мире надо действовать. И вот, значит, мы уже сейчас заканчиваем через... Ну, давай, возьми шоу. Хорошо. Значит, сегодня мы заканчиваем вторую главу как раз. Вторая глава – это, значит, Раби Тарфор. В прошлом Мишне мы изучили, что Раби Тарфон, он сказал так, он сказал так, что Айом Кацар, он говорит, день короток. В Амлахамируба работы много. Работа именно из изучения Торы. В Апаалим Ацелим. Значит, рабочие, они очень ленивые. Тело ленивое, тело хочет отдыхать, лежать на диване, наслаждаться и так далее. В Асахарарбе награда велика. В Баалабайт Дохеп. Значит, хозяин дома, Бог, он подталкивает. Все эти страдания, они нужны как раз для того, чтобы человек пробуждался. Потому что, если бы не было страданий, то, ну, как бы, вообще мало кто думал бы про Бога. Как было это до потопа, когда была жизнь тысяча лет, когда все было легко и прекрасно. То есть, в принципе, именно Бог специально посылает страдания для того, чтобы пробудить тех, кто обязан ему служить. И Бог поэтому посылает страдания. Они есть вокруг. Они есть вокруг. Они есть... Вначале вокруг человек видит, вокруг страдания. Вот если обращали внимание, бывает, едешь на трассе, только разгонишься, а тут, значит, авария какая-то. И притормаживаешь. Минут 5-7 едешь медленнее, потом опять на газ, поехал дальше. И, значит, тогда человеку самому посылается страдания. Да, он может попасть в аварию, в небольшую. Дальше он тоже какое-то время, он говорит, все, буду ездить, пристегиваясь, значит, все. Проходит какое-то время, и опять он про все забывает. И, значит, потом уже это все, скажем, в разом все тяжелее и тяжелее. Так вот, это была предыдущая Мишна, теперь следующая Мишна. Говорит Раби Тарфан. Ло Алейхам, Лоха Легмор. Не на тебе закончит работу. То есть, очень часто человек начинает соблюдать, а потом бывает, что его вот этот заряд, желание соблюдать заповеди, двигаться вперед к Богу, оно гаснет. Почему? Потому что он думает, ну что вообще, что я вообще изменю в этом мире? Я уже что-то соблюдаю. Шаббат соблюдаю, если говорить про такой вот еврейский подход. Соблюдаю шаббат, одеваю отфелин, молюсь, кушаю кошерное. Все, значит, дальше мне идти незачем. Хоть что-то я соблюдаю, уже хорошо. Почему? Потому что, ну ладно, буду я больше соблюдать, меньше соблюдать. В мире там сейчас 15 миллионов евреев, есть миллион ортодоксальных, есть где-то миллионов 6-7, уже более тихих таких, но соблюдающих. Где-то половина соблюдает шаббат, митцвот. И есть дальше те, которые просто традиции чтят. И есть последний край, там 10%, которые против Бога, такие антирелигиозные. И вот человек становится религиозным и думает, что я изменю в общей картине мира. Буду я сильно соблюдать, буду я меньше соблюдать, я ничего не изменил. Как ему сказал Раби Тарфан, «Лу алейхам ла халик мор». Не ты должен закончить работу. «Лу ата бен харин ли в отель мемена». Но ты не свободный человек, чтобы от нее освободиться. То есть, значит, бывает вот, у меня первый вопрос был, когда я начал соблюдать заповеди, узнал всю эту концепцию, идею, как она все работает, что мы ждем прихода Машеха. То есть, этот мир, в котором мы живем, здесь вот было, мы учили путь Бога, это в начале, он рассчитан на 6 тысяч лет действия этого уровня игры. до этого уровня. Потом, значит, приходит Машех, заканчивается эта эпоха, есть еще тысячелетия эпоха Машеха, и потом мир возвращается в состояние хаоса, и заново восстанавливается уже в Улам-Абах, грядущий мир, мир получения награды. Значит, мы ждем этого Машеха, и как суббота может наступить чуть раньше, ну, то есть, можно взять субботу на себя раньше, чем заходит солнце в пятницу, можно прибавить немного к субботе. Также Машех мог прийти в момент, когда мир исправляется. И вот он мог прийти, некоторые думали, что он пришел 2000 лет назад, да, думали, что вот пришел Мессия, и этот этап исправления мира, он закончился, но он не закончился, потому что прошло уже 2000 лет, а еще не наступило ни воскрешение из мертвых, ни написано, что перекуют мечи на орала, войны прекратятся, зло исчезнет, ну и так далее. То есть, всего этого не произошло, значит, мы продолжаем еще ждать Мессию, а те, кто думали, что он пришел 2000 лет назад, ждут его второй раз. То есть, они говорят, что он первый раз пришел, но, значит, в общем, я точно не знаю концепцию, почему он ушел, и почему он должен прийти именно второй раз, но эта концепция, она 2000 лет назад произошла, я не изучал глубоко христианство, я не знаю, как они объясняют, что он пришел, ушел и еще раз придет. А второй раз он же должен прийти еще зачем-то. А будет царствовать уже? Уже второй раз придет царство. То есть, ну вот, есть такая концепция, да, некоторые верят, что это так. Есть, например, сейчас, есть движение в религиозном иудаизме, есть в религиозном мире движение Хаббат, где Рэбе, которые, они считают, что он Мессия, он Машех, и он тоже умер, и тоже они ждут, что он второй раз придет. То есть, ну, я тоже не знаю, ну, точно, как они объясняют, что он физически умер, но они говорят после каждой молитвы, что он жив, что он жив. И, значит, ну, как они верят, что это Рэбе именно Машех, что он Мессия, и что он жив. Хотя, он похоронен, это было 15 лет назад, он умер, похоронен в Нью-Йорке, он тоже из семьи царя Давида, он тоже обладал, ну, сверхвозможностями, сверхспособностями, у него тоже есть огромное количество последователей, то есть, если когда умирал Иошуа, да, Иисус, то у него было 12 апостолов, 12 учеников, насколько я знаю, то у Рэбе, ну, это совершенно разные две истории, да, совершенно разные две истории, но есть там десятки тысяч людей, которые верят, что он Машех, то есть, они реально верят, что он Мессия. Но, тем не менее, все остальные продолжают его ждать, что он придет. И, когда я стал религиозным, у меня был явный вопрос. Был царь Давид, царь Давид, это великий праведник, был царь Соломот, царь Шлома, построил первый храм, значит, были, евреи жили в земле Израиля, был храм, были чудеса, были пророки, было 300 тысяч пророков, значит, и, но исправление мира не происходило. Машеха нету, не было, мечи не перековали, наорало, значит, мир не пришел к исправлению под властью Машеха, нету этого. А почему мы, и написано в нашем поколении, вот он придет, вот он придет, вот он придет, значит, как он придет, именно в нашем поколении, и почему мои маленькие действия в соблюдении заповедей должны его привести, я вот эту вот идею не мог понять. И мне один, такой вот, духовный очень человек, который всю жизнь посвятил в тяжелейших условиях, еще в Советском Союзе, служению Бога, он говорит, вот ты знаешь, говорит, что для того, чтобы построить автобус, нужно было, значит, выкопать шахты, достать металлическую руду, построить доменные печи, сплавить эту доменные печи, потом изобрести резину, потом сплавить там кварц в стекло, потом нужно было построить заводы, чтобы этот автобус собрать там детали, потом нужно было добыть нефть и сделать из нее бензин, и так далее, Нужно было создать электронику для автобуса. И вот все это вместе, это делали предыдущие поколения. А теперь, чтобы автобус этот завести, и чтобы он поехал, достаточно любого маленького мальчика, который повернет ключ в замке зажигания, запустит одну искру, и автобус поедет. Так вот, все те поколения, которые были, они строили всю эту реальность на небе. Они как раз вели мир к исправлению. И сейчас остались последние штрихи к этой детали. И 500 лет назад был один из таких великих каббалистов, Аризаль. И он как-то сказал ученикам, он говорит, что я каждую ночь поднимаюсь на небо и вижу, что там храм на небе уже закончен. И осталось только повесить там одну занавеску. И, значит, осталась вот самая маленькая деталь. Значит, его ученики спрашивают, так, а чего вы ее не повесите? Повесьте. Он говорит, я ее вешаю, но каждый раз есть кто-то, кто ее срывает. И вот осталось там последние маленькие детали, качели, чтобы мир уже вышел. И как бы есть, действительно, есть все признаки, что мир приблизился к этой эпохе, когда божественный свет будет очень сильно проявлен в мире. Потому что, если мы посмотрим на последние сто лет развития технологии, ну и так далее, видно, люди вдруг стали умнее. Вот тысячи лет им не приходило в голову создать самолет. Тысячи лет они не понимали, как создать компьютер. И тут за последние сто лет вдруг человечество резко поумнело. Произошел резкий скачок осознанности. И, ну, что такое поумнели? Им вдруг начало открываться знание. Любое открытие – это процесс именно открытия. Не создается ничего нового. Просто открывается, опа, оказывается, есть закон смирного тяготения, сказал Ньютон. Ничего себе, есть. Потом Эйнштейн приходит, говорит, такой, там, попредставлял себе, как на луче света летит там воображением. Говорит, слушайте, ребята, есть же еще и этот самый, как она, теория относительности. Говорит, все относительно. Все такие, что правда. Он говорит, вот я увидел на этом луче, как-то представил себе и понял, что все относительно. Тут, значит, следом за ним пошли квантовая физика, там, квантовая какая-то это самое. Они говорят, ребята, посмотрите, оказывается, там еще есть внутри частички какие-то, и они вообще ведут себя неадекватно. А ну давай разберемся, как они себя ведут. Разобрались, нате вам атомную бомбу. Но это они не… Они просто… Им открылось это знание. И постоянно открывается этот свет. И тоже один умный раввин, он сказал, что когда в соседней комнате яркий свет, говорит, а здесь я нахожусь в темной комнате, чем ближе я подхожу к двери, из-за двери бьются вот эти вот лучи света, и вот уже рядом с дверью там уже что-то можно разглядеть. И вот это просто вот этот свет, божественный свет истины, он пробивается, мир приближается уже к последней границе, то, значит, поэтому пошел такой рост осознанности. Но опять же, эта осознанность идет к тому, чтобы компьютер изобрели. Ну, ладно. И что, в принципе, он изменил в жизни человека? Ну, стало чуть там… Ну, я не знаю, интереснее или нет, потому что раньше люди на птичек смотрели, на там… еще на что-то. То есть было так же интересно. Сейчас там в путешествие поехал. Поехали, съездим там в путешествие. Александр Матидонский пешком с армии прошел, вообще полмира прошел и… Ну, то есть мир изменился, но по большому счету изменения они произошли в интеллектуальной сфере, а в духовной сфере все осталось точно так же. Есть выбор между добром и злом, между я иду в сторону духовную или в сторону материальную, и, ну, в принципе, все осталось в этой сфере выбора, все осталось то же самое. Так вот, сказал Раби Тарфан, что не на тебе работу закончить, не переживай, но и ты не свободный человек от нее отказаться. Им ламата тара арбе, если ты учил много торы, но т ним леха сахар арбе. Тебе, говорит, дают очень много награды. То есть учил ты много торы, дают тебе много награды, ты знаешь, что почем, где действия, которые приносят награду, где действия, которые приносят наказание. И очень честный, он хозяин твоей работы, то есть Бог, который дал тору, он очень честный, и он заплатит тебе награду за всю твою работу. То есть любое хорошее действие будет обязательно оплачено, которое идет в сторону Бога. Но он говорит, знай, что награда праведникам, именно за вот эти вот настоящие награды праведникам, она в грядущем мире. То есть речь идет не о том, что тебе будет больше денег здесь, или меньше денег здесь, больше еды, или меньше еды, а главная, как бы, точка отчета, это грядущий мир, получение которого и является основной целью создания этого мира. То есть этот мир, это придаток к миру грядущему. То мир получения награды, это мир заработка награды. Это сказал Раби Тарфан, и он знал, что говорил. И последняя осталась у нас 37 заповедь, коротенькая, это повелевающие заповеди, которые, если делать, как раз и получишь ту самую награду, о которой говорилось, о которой говорил Раби Тарфан. Значит, 37 заповедь, она такая, нужно не работать в восьмой день праздника Суккот. Все, остановить работу, не работать. Как сказано в книге Ваикра, Байом Ашмини Микрокодыш. Значит, восьмой день, это время святое. То есть время, посвященное Богу, работать нельзя, то есть нельзя заниматься работой этого мира. То есть то, чем вы занимаетесь все свое время, оставьте, и вот все дни, шаббат, все вот эти вот праздники, которые установлены в Торе, нужно полностью это святое время посвящать Богу. То есть нельзя заниматься материальными вещами, работать, пахать, зарабатывать деньги, а нужно чем заниматься? Нужно молиться, кушать, пить вино, и прославлять Бога, и радоваться, что есть награда, которая будет впереди в вечность. И за это Бог платит награду. Если ты отдыхаешь восьмой день и прославляешь Бога, посвящаешь Богу этот день, праздника, значит он за это платит награду. И все законы здесь такие же, как в первый день Песоха. И это в любом месте обязательная заповедь, в любое время, и для мужчин, и для женщин. Так что, в принципе, служить Богу ничего сложного. Получается, нужно 54 шаббата в году, субботы, посвятить отдыху, полному отдыху от обычной работы, есть, пить, кушать, общаться с семьей, и молиться. Что может быть лучше? Петь песни, и радоваться. 54 суббота в году, и где-то еще 10 праздничных дней, то же самое, только кушать нужно больше, чем в субботу. Вот это единственная сложность. Хорошо. Все, на этом мы заканчиваем наше 37 занятие.